привет привет всем любителям математики маткульт привет друзья мои кто у нас кто кольф пальто алексей саватеев и друзья мои сегодня будут не только такие яркие выражения но и много много интересные сегодня я задам алексею вопросы которые исходили от вас отлично зрители но прежде чем я друзья сейчас мы с алексеем попробуем сделать подход к задаче которые не могу решить там недельку уже вчера я могу сейчас говорить вчера поэтому можете сопоставлять даты на стриме мы ее как бы закинули вам там были комментарии но я тут в москве и много-много дел не было возможности с ручкой посидеть поэтому поехали задача я ее не могу решить уже неделю вот у меня есть такая ленивость есть я когда долго не могу решить я бросаю как бы я одни не дарёшь его так ну давай посмотрим произвольная трапеция произвольная трапеция верхнее основание 1000 нижние 2000 такое условие ничего угол слева 30 градусов при вершине а у трапеции теперь внимание проведена диагональ а c которая с другой боковой стороной образует угол 135 градусов и требуется найти высоту трапеции ну там площадь неважно высоту давай отсюда и опустим так так значит ты сразу боль ну конечно ну смысле я я же не не коваль я же не трушин я же не павликов до самом деле поэтому я конечно и и я геометрия это очень слабое у меня место и даже мишка признается что у него очень тоже меня подошел как туда же я пока думаю головой пока болтаю подошел однажды ко мне кто же это был александр давидович то был как его фамилия александр давидович да что ж такое что за склероз на пустом месте который делает все все вот это семена блинков вот так и говорит я хочу тебе сказать очень строговый твой сын не попадет на межнар если он так плохо будет решать диаметрию и так строго строго я в курсе его в курсе ну как бы работаем над этим на мере возможности но межнар бывает двух видов математические информатика вот короче я тоже плохо ну давай бросаем 135 да ну ну смотри ну как бы 45 остается на эти два да хочется например на секунду предположить что они одинаковые но это нужно доказывать но это надо пока у нас нет оснований основана каких-то серьезных оснований нет значит ну давай начнем с того что если это 30 градусов и эта высота до аж то тогда соответственно вот это 2 аж то давай тогда вот что набросаем вообще вот кстати один из подходов которых я говорю ученикам берешь геометрическую задачу ни один человек на земле не знает как решать геометрические задачи если так глубоко задуматься идет же обработка просто данных мы сейчас набрасываем данные допустим я не знаю будем ставить такую точку аж б аж равняет половине а.б. ну или аж равно 2 а я хорошо здесь а здесь 2 аж так теперь дальше где 30 здесь всего 30 я понял да а значит а здесь остается от этих 30 опять же это никакая не биссектриса в общем случае да совершенно не откуда ей быть биссектрисе если будет биссектриса будем доказывать но надо да но это же тоже мы знаем она и не может быть биссектрисой что не может да пока тема очевидным причинам вот и хочешь сейчас докажу ну давай вот смотри если мы у любой трапеции продолжим боковые стороны она превращается в треугольник если этот вот кстати сейчас появится теорема в школьном курсе и нет если отрезок параллельной стороне треугольника равен ее половине тонн средняя линия это понятно итак это что средняя линия вот это в большую еще 3 это серединке серединке да конечно а если бы она была биссектриса то биссектриса делит треугольник на стороны пропорциональны приезжающим сторонам тогда вот это должна была бы равняться вот этому а это не так да да но зато вот это 2h это 2h и значит это на самом деле равнобедренный треугольник ты мне намекнул на такую мысль очень важную ты понял да давай перерисуем чтобы это было возможно какой равнобедренный секунду нет я глупо сказал 2h вот она а блин они подожди это 2h и все-все-все-все глупость это 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 оставшиеся 2h это это эти две аж все-все-все-все полно равнобедренный треугольник ты увидел а логично где красный даже не подожди 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 вот набросаем сейчас а почему может быть он приведет чему он равнобедренный потому что 2h 2 а ой две стороны равны ой-ой-ой-ой подожди подожди вот это тоже очень интересно сейчас два здесь и дважды 2h там до дважды дважды 2h там то есть вот эти углы то равные так 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 даже вот это уже совсем интересно нам нужно нарисовать правильно да нам нужно правильно рисовать понятно что я рисовать резиден давали нарисуем прям вот нечем хорошо мы потом своим сложным являться ни хрена не похоже на 30 до вот это похоже на 30 похоже да и теперь значит 30 градусов идет вот куда-то до сюда а она идет сюда а отсюда сильно выше вот сюда да идет вот так опять у меня получилось довольно криво довольно криво получается вещь они не не умею в абстрактных я умею только когда действительно вдвое длиннее вот она да если она двое длиннее вот сюда 30 до идет и вот это 30 вот это 30 нет ой да блин опять не то это диагональ она будет здесь она пригодится пригодится сейчас вот 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 так вот так скорее так нет не достает до 2 не получается нормально нарисовать никак никак не получается нормально рисовать поэтому не получается нормальный подумать на действительно нам нужно вот вот это вот у нас 2 это 2 что все это равнобедренный треугольник да и это в нем медиана только другая вот в этом треугольник медиана надо просто перерисовать этот треугольник и все вот 2 а что нет а понятно 30 лет нам сейчас подожди стой а вот это получается вот это тоже равно этому потому что здесь же тоже получается все чую-то но вот это 2 же это 2 мы перпендикуляр и опустили то здесь тоже одинаковые можем много чего обсчитали на самом деле уже много обсчитали да это мы тоже знаем чему она равна через аж да мы не знаем чему равно мы знаем через аж до час подожди давай шутки мы сделаем какой нибудь рисунок даром требую сотри вот здесь здесь не стирать вот или может все все сотри мы восстановим да ты же помнишь не напомню вас так красивый был то есть так еще раз мне нужно нарисовать что-нибудь красивое мне нужно нарисовать угол в 30 какой был в 30 я забыл большой а был большой был 30 а это был 35 так все таки я пробую нарисовать треугольник с углом 30 градусов для этого нужно чтобы вот это было вдвое больше этой похоже похоже да еще до 30 так теперь я делю пополам вот эту сторону нету а ты рисуешь большой треугольник да все согла я думал ты вот здесь трапеция большой 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 вот вот так вот и тут пошла трапеция да и тут пошла вот сюда трапеция и оставшаяся половина ее должна быть там но мы не знаем сколько не половина часть если уж быть точно совершенно верно и половина и половина вот этой половины и да грубо говоря как то вот так да как то вот так но давай вот считать что вот это уже пара же вот это похоже да на коже это уже тебе невинную наш вот 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 давай попробуем вот вот я вот так оставь оставь вот так хорошо да да это что это а или а это ашка да это ашка это ашка да это бешка сэшка здесь и дешка тут но тут что-нибудь и у меня и вот этот угол еще здесь и на 135 да и вот эти равны тоже друг другу вот эти вот на самом деле две вот это и вот это да равны друг другу и соответственно беседиться сюда то есть в реальности это больше наверное ну да так хорошо и так вот этот рецидник это 135 135 вот что значит 135 на что тут остается он кстати внешний угол вот это да 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 а вот это 45 так это 45 45 это уже красиво до 45 это красиво а вот это шняга это равнобедренная шняга правильно 2h 2h вот это равняется вот этому это вот как минимум да то есть вот эти углы тоже равны так сейчас значит этим нас отрема эти равны дальше этот 60 согласен абсолютно потому что это 30 зашибись это равносторонний если треугольник равнобедренный то здесь один угол все то эти по 60 ладно равносторонний равносторонний стало быть вот этот равнобедренный да эти две равны да но эти две равны то и так равны так что нам еще известно только одно что это 135 это 45 так на что значит это 45 так 45 вот эта штука параллельно трапец ну конечно тут 90 90 это поровну да это 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 поровну а вот здесь соответственно нас да как за этим воспользоваться все так угол 30 градусов у нас сыграл то что 100 2000 мы тут треугольник сообразили тоже ну по крайней мере мы это использовали а вот 135 градусов кроме того что смежный с ним 45 пока да а потому что у нас плохая картина на самом деле это все гораздо дальше должны идти чтобы было 135 вот этого должно быть долго еще продолжаться не так долго но прямо 135 представляешь да что такое 135 но вот сколько да сколько это будет продолжаться хрен знает сколько будет продолжаться давай продолжим очень далеко посмотрим чему это приведет но у меня получается как будто он может быть одинаковый на это вряд ли так значит вот этот угол вот этот угол 135 и вот этот 45 вот это я уже верю да ну да это понял в это я уже верю что это получилось 45 теперь что у меня возникает наш это 45 вот эту надо запомнить из чего он состоит он состоит из вот этого вот вот этого до угла альфа чки альфа и здесь альфа здесь 30 минус альфа согласен но не вот но вот именно по вот этой линии до зеленой идет 30 минус альфа на здесь остается угол 180 минус 45 до 135 минус 30 плюс альфа 105 плюс альфа вот она 105 плюс альфа да вот эту ну как что а то что вот этот 60 до 60 убрать будет 45 плюс альфа а этот просто 45 45 плюс альфа и 40 плюс 45 они этого 45 значит вот этот угол равен 90 минус альфа а значит тупо прямой гениально вот это красиво было да представляешь как над нами будет смеяться вот все наши геометр великие да и что же с этим делать ну да ну тут еще есть другая идейка я не знаю что дело но смотри это я тебя завел что он продолжил вообще не прям ведь это может быть и не надо делать но мы по крайней мере попытались этого еще же есть вариант типа тут же куча 30 каких-то параллелограммов невероятно вот проводим параллельную здесь 100 и самое удивительное что если вот здесь провести параллельную вот этой боковой они же в одну точку должны бахнуться вот от из вершины б проводим прямую параллельную правой боковой стороне вместо противоположную сторону параллельный параллелограмм здесь 100 здесь 100 а если здесь провести тоже 100 100 одна точка может быть это чертежова так если завершить не факт что сюда не надо отставить если вот эта высота падает середину то и треугольник равнобедренный а это не факт но если даже нервно это параллельно то она будет отсюда идти на чему сюда то они ты мишу в основании перпендикуляра не да нибудь не будет может быть высота вот здесь испытывал в случае что он на самом деле вот такой полностью симметричный и летать а теперь давай при вот просто мне кто-то предложил говорит да здесь тоже 30 но на лава и правда сектриса нет предположим что это так нет я имею что здесь 30 и здесь 30 смотри предположим что это так здесь 30 здесь 30 продлеваем 120 120 до 120 вот это должно быть средней линии но так ну да 100 200 и вот тут угол 145 до ну да ну да если здесь 135 ну да здесь стоит 45 40 45 на 120 160 ситуация в 15 градусов внимание если это равнобедренные трапеции вот на чем игрок то здесь 15 градусов теперь внимание если она бисектриса бисектриса делит противоположные стороны отрезки а эти два отрезка равны значит вот эти равны они лежат напротив разных углов конечно все это отбой железный отбой да и давай посчитаем сколько в нем вот в таком на самом деле то есть вот какой угол вот в такой ситуации вот в такой если это 30 это 120 какой здесь будет угол просто вот это 15 до а нет нет так как еще раз но я хочу посмотреть вот симметричный сколько от угла чтобы понять просто больше он или меньше а каким будет угол вот здесь при условии что она диагональ это такая идея но еще идея смотри давай посмотрим чего здесь чему равно да то есть так мне опять смущает что у меня получил все вот так если мы даже не пытаемся это не теорема косинусов но даже если эти да все но это мы надолго я думаю оставить говорит не понимаю не знаю как решать то есть это как бы нужно как какие-то теоремы да действительно косинусов синусов может быть применять я просто не вижу еще какой вот какая нас информация это 2h это 2h да может быть ребята которые посмотрят 2 бросим вызов это 45 до 105 плюс альфа чего там все-таки было как вообще формулируется то что-то к чему-то равно что-то к чему-то хорош формировка да кто-то к чему-то равно что-то к чему-то это 60 это 45 где будет 60 не я не знаю короче да пусть останется а может быть придешь домой сыну бросишь эту задачу тем самым а он сейчас нами на сборах межнара вот это вот одна из целей как бы вот и я в чем вижу иногда цель своего давала не только там зазвездиться до одна из важнейших целей чтобы условный отец до посмотрев придя домой бросил листок на стол и чтобы сын задал вопрос чуть ты делаешь он туда вот задачу там два мужика на эти математики якобы там не могут решить задачу она вот понятные условия близко все это вот задача она как бы вот почему канал называется математика и фокусы простое понятное условие до ничего не понятное пока решение да еще там что там должно быть вот где мы можем получить вот это вот где мы можем вообще использовать это условие да что то мы должны что-то еще обозначить за что-то правильно но давай обозначим все-таки это забыть давай чуть-чуть попробуем вот это бы это тогда синус значит беты вот это 2h да делить на синус бета правильно я понимаю я не ошибаюсь до гипотенуза 2h на космику правильно вот значит дальше у меня получается это это соответственно h на синус бета вот это вот на вот это h вот это вот это отдельно h на синус бета половина деленное на 2 двоечку сократили а и это 2000 это относится к этому как альфа допустим теорема 2000 делить на синус 135 а это что это синус 45 корень из двух пополам 2000 корней из двух равно а h делить на синус альфа синус бета согласен разделить на синус альфа прям а подожди наполам куда дел а пополам уже ушла их я делила на корень из двух пополам ты тысячу делим 2000 но 2000 делить на одну корни из двух то есть 2000 корней из двух равно вот этому это нам дает связь дошло двойка ну да ну сократили корень и получили вот это да и значит что нам еще и она же должно быть равно вот этой а с 9 на синус бета до цена синус бета так дальше что у нас еще и мы вот на эти две посмотрим синус бета сократим да то есть отцы равно h равно же тряпка есть потрясающе ну как бы если сотрем для вот этих 2umb сотрем то сюда занесем синус бета вот и тогда тогда ah равно а цена синус ок 1 а ц равно а PCR но h 9 на синус альфа правильно вот это аж 9 8 вот это шинусин а наш носить дальше значит что дальше что мы еще знаем мы еще знаем все таки что вот этого 30 минус альфа, это тоже 30 минус альфа. Правильно? Ой, нет, это альфа. Вот этот треугольник еще есть. 2h делить на альфу, на синус альфа, да? 2h делить на синус альфа равно 1000, ой, да, равно 1000 так делить на синус 30 минус альфа. Правильно? Да. А это понятно что? Ну там какое-то выражение с корнями. Вот. И оно же равно вот тут у нас угол известен или нет? Неизвестен, да, этот угол? Вот этот. Или он известен? Он известен, он 150. Какой? Вот этот 150. Это же равно 2000. Подожди, вот досюда 150, до желтенькой, да? Да. Ну, тупой угол. Да, 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 да. И он, соответственно, из того же самого треугольника равен вот этому ац делить на синус 150, то есть на синус 30. Согласен? Да. Ну что, тут уже много уравнений, да? Тут уже много уравнений, то есть а синус там здесь вот вот из этого мы связываем ац и альфа, да? Здесь аш и бета. И последний треугольник это вот этот. Вот этот, да? Вот. Который нам дает тоже какое-то соотношение. Третье. 4х делить на синус 45. 4х корней из 2. Равно 30 минус альфа опять, да? Равно аш делить на синус бета синус 30 минус альфа, да? И равно опять последний это какой у нас? Вот этот делить на вот эту дрянь, да? Равно ац делить на синус 105 плюс альфа. Ну вот я могу сказать одно. Это три уравнения с тремя неизвестными. И в норме у них есть решение. Единственное. А вам, дорогие друзья, осталось у задачи есть решение. Да, то есть как бы Три уравнения с тремя неизвестными решаются. Я уже это можно решить. Если действительно все нормально, тут поделил на это там остался один синус. Но здесь поразлагал синусы. То есть кажется, что наметился чисто алгебраический путь, но он, конечно, не может подразумеваться в такой задаче. А где ты ее взял? Кто-то из зрителей прислал. По электронной почте. Прямо слово в слово. Прикольно, прикольно. Очень прикольно. В общем, я бы сказал так. Кажется, это должно доводиться до ума, но мы сейчас не будем выписывать все эти корни. Слушай, у меня три уравнения с тремя невестными мы написали. Вопрос. Мои зрители... Так, мозг не отключается. Ну ладно. Мои зрители хотят спросить. Вот Владимир Горкуша спрашивает. Спроси, усвети московских ютуберов. Задачу Илона Маска решил? Задача Илона Маска. Илона Маска про человека, который в какой-то точке планеты пошел милым на юг, милю на запад, милю на север, где он окажется. Это знаменитая задача. А, и оказался в том же месте. Да, да, да. Откуда он рванул? Это знаменитая задача, которую я впервые решил в 1986 году на собеседовании в 57-ю школу. Вот. Или даже на кружке. Не на собеседовании еще, а на самом кружке. Давай я буду стирать. Да. Значит, задача эта я решил в возрасте 12 лет. И более того, я... Ни о каком Илоне Маске тогда и речи не было. Ну, младше меня, да, немножко. Поэтому это задача... Он ходил писать детский сад на горшок. Это задача Саватеева, которую взял Илон Маск. Нет, это задача Саши Шиняя, Аркаши Ваентроба, которые нам ее дали. На самом деле, она еще из Перелимана, по-моему. Из Перелимана. Значит, у нее есть некоторое очевидное решение, его всегда сразу находят и успокаиваются. Про Северный полюс. Северный полюс. Пошел 100 верст на юг, потом 100 верст на запад вдоль, значит, этой окружности и вернулся 100 верст на север, значит, понятно, все очевидно. Но я был человек любопытный, я решил, а все-таки не может ли быть еще какой-нибудь точки с таким же свойством? Подозвал? Да, мне... Я сдал этот Северный полюс сразу, подошел, значит, Аркаша и Левшень и говорят, ну, хорошо, а это все решения? Я сказал, не знаю. Ну, тогда молодец, хорошо ответил, думай дальше. Ну, раз спрашивают, значит... Не, а я чувствовал, что там не может быть так просто. Значит, смотри, точки, в которую бы ты вернулся, вот, как ее строго решать, строго, формально, да? Есть единственная точка, куда можно двумя разными путями из двух разных точек прийти в одну и ту же, делая 100 километров на север. Это единственная точка, это Северный полюс, потому что ни в какую другую точку 100 километров в нее будет однозначно вести из остальных точек вот отсюда или быть ближе, чем 100 километров к Южному полюсу, тогда это будет неопределенное просто понятие момент как бы до. То есть, первая идея такая, вся территория ближе, чем 100 километров к Южному полюсу, ближе, чем вот это 100 километров до Южного полюса, она в принципе удовлетворять не может, потому что нельзя пойти 100 километров на Юж, просто нельзя, нет понятия. Потому что потом ты пойдешь на север. Обязательно уже пойдешь на север, да. Поэтому исходная задача может быть определена только для точек, начиная с окружности радиуса 100 километров от Южного полюса. Но сама окружность тоже не годится. Но 100 километров, как я понимаю, товарищи, это условно, потому что если одна миля, значит, радиус одной мили, да? Я имею в виду, что вот то, что 100 километров от Южного полюса, если по земле померить 100 километров, там чуть-чуть изогнута будет уже, но не важно. И что вот ничего внутри не может быть предложено в качестве решения, это очевидно. Теперь, точки на самой окружности их можно брать или не брать в качестве решения, в зависимости от того, насколько ты формалист. Потому что когда ты придешь на Южный полюс и окажешься на нем, то пройти 100 километров на запад может означать вот так вот на месте потоптаться 100 километров, обозвав это сам. Ну, как нулевой вектор. Ну, да. Бесконечное время по нулевому вектору. Ну, тоже, наверное, мы это запретим. Тогда остается только остальная территория Земли, вот туда вот, загибающаяся. И здесь для любой точки есть единственная точка, из которой можно прийти, пройдя 100 километров на север. Я подозвал Шиняя и этому объяснил. Или Аркашин, не помню, кого-то еще. Он сказал, ну, а дальше что из этого следует? Я говорю, из этого следует, что после того, как ты прошел 100 километров на юг, ты прошел на запад 100 километров, вернулся в ту же самую точку, из которой ты на запад и стартовал. В этот момент я еще не знал решения до конца. Он сказал, правильно, да, потому что только так. То есть из любой точки этого радиуса, да? Да, то есть если я сделал столько на юг, потом да-да-да-да, и столько на север, то я обязательно здесь был в одной и той же точке. Вот раз, тр-р-р-р-р-р-р, и два. Поэтому необходимым условием для решения задачи служит то, что 100 километров на запад мы крутились хотя бы один оборот. Поэтому очевидное решение это 100 делить на 2 пи от южного полюса в любую сторону. Я его сдал, хитро спросил преподаватель, и теперь это все? Я сказал, нет, не все, потому что можно два круга сделать, это будет 50 на 2 пи. А также три круга, тогда это будет 33 и 3 в периоде на 2 пи. Ну и, короче, для любого n любая точка круга радиуса 2 пи делить на, извини, 100 делить на 2 пи n километров годится. Но это при условии, если мы ставим условия 100 миль пройти, да? Ну, километр 3 миль, на север, юг, запад. Ну, или километр. Да. А если в этой задаче про одну миль, то вместо 100 миль, да? Да, но при этом надо не забыть, что реальный ответ будет на 100 километров севернее соответствующих кругов. То есть спустился, побегал и поднялся. Спустился, побегал и поднялся. И теперь мы видим, что мы получили, что это необходимые условия. Проверяем его достаточность тоже очевидна. А точек таких получается? Бесконечное количество, распадающееся в счетное объединение континуальных множеств, каждый из которых является окружностью соответствующего. Вот так вам. Это вам браво! Вот. Ну, это да, это я не сейчас, это я придумал, когда мне было 12 лет. Слушай, вот про 12 лет вопрос тебе. Да. Скажи, пожалуйста, что бы ты взял из своего детства и подарил бы его нынешним детям, а что бы ты взял у них и кинанул бы в свое детство и этим бы, я не знаю, воспользоваться или там... А, ну, я могу сказать... Ну, не обязательно вещь, но вообще все что лучше. В обратную сторону это МЦК. МЦК, МЦД, современный транспорт, эти супертрамваи всякие. Ну, в общем, вот в моем детстве перемещение по Москве было адом кромешным. Ты всегда ехал вот так, всегда вот так ехал в этом перенабитом метро. И у нас в Челябинске в автобусы... Просто, да, да, да. Это был какой-то кошмар. То есть, что я взял бы и подарил себе из сегодняшнего дня, это классный, комфортный транспорт ненабитыми, значит, автобусами, современными, невоняющими. И какие-то вот парки эти все, в общем, достаточно приятные, не обсиженные там каким-то жутким мусором все-таки. Вот. То есть, как бы какую-то вот культуру обычного такого обжижения, современного, нынешнего человека я бы дал себе, потому что мне было бы фигово. Я помню, как я уставал ездить в 57-ую школу вот в этом трамвае, потом в метро. Вот. А сейчас это гораздо все приятнее. Мишка не парится, ездит каждый день в центр из того же района. А Мишке? Вот. А передать, что передалось себя и своего детства? Ну да, вот там, чего-нибудь. Ну, походы, походов стало гораздо меньше. Ну, в принципе, мотклассники ходят по ходу. Почти невозможно туда. Ну, да, вот эти правила и зарегулированность ужасная. И сейчас вообще как бы стало вот это, я бы из детства передал, возможно, знаешь что, вот такая провокативная мысль, невозможность ездить за границу, потому что все были друг с другом бок о бок и не было какого-то ощущения, ну вот там этот туда катается, отсюда какая-то, какая-то непонятная жизнь уже ничего не сплачивает. Этот какой-то венец и поехал туда. То есть я бы закрыл границы. И своего детства я бы обратно закрыл границы. Так, ладно, об этом. Ну, как я люблю говорить, или как говорил Остав Бендер, давайте спорить, я вижу мир иначе, да? Ладно, пусть. Ну, в общем, я так, я так, я так, что было больше таких вот друзей, закрыть границы. Игры в банке, а вот дворы, дворы такие, детские дворы, когда много народу играет. Я не знаю, будет это спойлером или нет, но у тебя активная гражданская жизненная позиция. Нет, скорее, мы предположим, вот чисто гипотетически, предположим, мы меняемся местами. Почему меняемся местами? А вот это как раз такая драматургия. Предположим, что ты пришел во власть. Предположим, что будем делать. Ладно, границы. Все инакомыслящи. Я совершенно не уверен, что я сейчас собираюсь закрывать границы, если я пойму. Ну, это ты просто рассуждал гипотетически. Я помню, что было клево, что все как бы были, варились в одном котле. Это было клево. Но кому-то наоборот, это кажется, что это страшно было. Я, кстати, вот, моя мама сказала бы, что это страшно было. Про инакомыслия оставляем. Теперь можно за границу ездить. Сейчас, правда, опять нельзя, потому что это здесь. Ты мне все-таки скажи, что делать с инакомыслящими? А что такое инакомыслящими? Человек может мыслить иначе, чем... Что значит инакомыслящий? Вот, если я прихожу во власть, у меня в команде 25 человек. Или 100. Да? Будет, наверное, 100. И они все мысли по-разному. инакомыслящий, это какой из них? Вот, у меня команда, у меня в моей, даже ближайшей команде, совершенно разные позиции, вообще взгляды на мир и на его устройство. И вы все, вы разные, но вы вместе, да? И я не знаю, что значит инакомысля. Ну, все прекрасно. нет понятия инакомысля в моей картине мира вообще. Его не существует. Кажется, человек делает свою картину мира сам. Вот это и есть ответ. Потрясающе. Вот. Поэтому не будет самого, а сама постановка будет полностью абсурдной. То есть, предположим, ты будешь... Да, царем. Царем земли русской. Да. Ты видел, да, передачу с филонусами? Мои мысли будут о устройстве государства несколько иные. Да. То... Ну, а что ты при этом захочешь сделать? Проверить их на практике или нет? То есть, вот как ты хочешь... Ну, я, например, могу тебя критиковать, высказать тебе, например, говорю, Алексей, ну, будучи знакомым еще, когда ты был в народе, и за пульс, и тебя занесло, то я, наверное, по старой памяти могу позвонить, сказать, да, Алексей, слушай, ну, что-то ты тут, ты давай, это того... Да. Ну, это зависит от того, насколько я уверен в этом действии, которое я делаю. То есть, если оно связано с какими-то договорами, то я скажу, Петь, извини, я сам как бы не хочу так делать, но тут есть проблема, дальше мы отправиться, не можем, если хоть где-то не сделаем уступки, а моя уступка была вот этой. Либо, если я совершенно уверен, что вот именно так надо поступать, я тебе скажу, что вот моя жизненная, вот как бы, моё жизненное видение, оно предусматривает именно эти действия. Вот. Ну, вот, например, вопрос, вопрос, интересный вопрос, вот митинг, да, митинг, можно ли разрешать митинг? Вот, если митинг перекрывает пол Москвы, то его можно запретить или нельзя запрещать митинг? Вот это хорошая, вопрос. Я задал моим друзьям, либералам, таким очень, ну, уверенным либералам, а можно ли вот запрещать митинги вообще, в принципе, хоть когда-то? И Александр Ханич Шень, мой учитель, он отвечал, что не видно предпосылок для той ситуации, о которой ты говоришь, не перекрывают они дороги, это настолько редко случается, что неактуально, вопрос неактуален, запрещать не надо, просто можно неактуально. Ну, в принципе, ну, вот я помню митинги там, пересрочного времени, 800 тысяч человек, там вся Москва перекрыта, и помню, что люди, которые не видели мир, как мы, а тогда я был такой демократ, ну, как и родители, ну, все, все вокруг были, но те, кто не были вот в этой демократической движухе, они говорили, проклятые, вы бездельники, и не даете нам работать, тут перекрываете все. то есть, это, это, это надо понимать, что на самом деле это мнение тоже надо иметь в виду, оно есть. Давайте спорить, то есть оно, будем спорить, да. Оно существует, и его тоже нельзя затыкать, их нельзя признавать, инакомыслящими, вот либеральная тусовка Москвы любит признавать инакомыслящими тех, кто как-то не видит смысла в митингах, там, как это так, вот мы тут все боремся с проклятой властью, а ты не видишь в этом смысла, да, и как бы получается, что я оказываюсь инакомыслящим наоборот. Но это, кстати, ситуация, она уже была один раз, она была при царях в 19 веке где-то, ну вот, в районе там, грубо говоря, в районе Александра Второго, люди, которые были прям патриоты-патриоты, они получались инакомыслящие в родной стране, за которую они были патриоты. Ну да, я читал историю про это, и меня всегда это поражало, то есть... Пока может быть каждый из этих людей патриот, но видит несколько развития страны иначе. Да, но тут вопрос дальше, как бы вопрос такой, что если ты видишь развитие страны иначе и не пробовал, это одно, а если пробовал, то совсем другое дело. То есть ты когда, там, когда ты встретил реальные, настоящие ограничения, вот я, например, я, например, не понимаю, допустим, не понимаю, почему Сбербанк не открывает свой филиал в Крыму. А мне объясняют умные люди, что в этот момент, когда мы откроем, будет следующая там серия некоторых вещей, которые в частности приостановят торговлю газом, потому что не будет фактической возможности им расплачиваться, потому что закроют платежную систему Сбера, как ответ на это самое. Я в этом не понимаю. То есть я могу сказать только одно. Если я русский царь, я, конечно, поставлю задачу, состоящую в том, чтобы не было земель, которые то ли наши, то ли не наши. Вот это мне совершенно непонятно. Но буду ее долго решать, потому что действительно, как ты правильно заметил, ну, ограничения, да, или как я правильно заметил, ограничения, да, ограничения, которые встречает человек во власти, могут быть абсолютно непонятны людям, которые балаболят во дворах. Замыслы божии. Нет, конкретные, прямо вот конкретные, вот эти хотелки, упираются в конкретные возможные ответы. Ну ладно, сейчас уйдем от этого, потому что, как говорят, по правилам этикетов. Я все-таки не понимаю, это не очень понятное слово. То есть есть, как бы, если внутри команды есть люди, видящие мир по-разному, надо договариваться. Если вне команды сидит кто-то и все время что-то бугнит, то можно, ну, как бы, игнорируют. Тоже непонятно, зачем их сажать там или что-то не поднялся. По правилам этикета, да, хочешь за словом не перессориться, не разговаривая политикой. а мы, я наоборот, я все время говорю о политике, я религии тоже часто говорю, то есть я, вот ко мне приезжали в 5 белорусов, двое из них сидели, просто в тюрьме. Они мне взяли большое интервью, и я говорю, а можно вопрос неудобный. А ты им? Да. Но они, это не вошло в фильм. Я говорю, представим себе, что Лукашенко не кого, не бил, ну как бы вообще не было ситуации, которая поставила его вне закона и вне человечества. Вот представим себе, что просто Лукашенко правит в Беларуси. 25 лет. Просто написано в законе, что он правит навсегда. Есть ли у вас к нему претензии, вот тогда? Вот были бы они или нет? Ну в законе этого нет. Да, этого нет. Представим себе, что это есть. Вот я им спрашиваю, вот что будет, если это... Вот если, грубо говоря, если я, я хочу отделить протест, который вызван нарушениями на выборах, от протеста, который вызван реальным, ну, каким-то оскотиниванием, да, чего-то. Ну вот, например, у нас в массовом образовании наступило реальное оскотинивание. И это конкретная претензия власти, да, вот конкретная моя претензия власти, да, по образованию. Она не зависит от того, выходит ли Навальный на миссинге или его вообще не существует. Она просто есть. Другое дело там, что, с моей точки зрения, тут механизм тупо там, тупо объявлять там власть преступной вне закона совершенно неэффективный, как достижение моей цели, да, чтобы образование вернулось. Но эта претензия есть, и она есть независимо от того, подмешивает или не подмешивает выборы. Есть ли такая причина в Беларуси? Я ее не знаю, потому что то, что я... Ну, мы, во-первых, вовне. Поэтому я задал вопрос этим ребятам. Они зависны. Они скажут, что они сейчас его ненавидят только за насилие, которое было в этом. И за то, что он узурпировал власть. А не за конкретные действия. В этом мне кажется, видится какой-то очень сильная близорукость людей. То есть, они не понимают, что Лукашенко сумел сохранить нормальную массовую школу гораздо лучше, чем у нас в России. И что это как бы для них, ну, там, великое его достижение. И они видят только то, что он там борется с инакомыслием или с какими-то людьми, которые выходят на митинге. Вот в этом... В этом есть какой-то тоже ключ неправильного отношения. Вот он как бы... Он предписывает плохой сценарий для всей страны. Власть оскотинивается, граждане обозряются, власть еще больше оскотинивается, граждане еще больше обозряются. Ну и все. Так, наши зрители узнали твою позицию по поводу некоторых вопросов. Теперь такой вопрос. Помнишь, когда изрушенуся к власти, на власть, вот власть, да? К власть, да. Как у Акуджавы. Это как раз про Лукашенко в чистом виде. Слушай, а вот тогда такой вопрос. Ладно, бокс с политикой и так далее. Такой вопрос волнует. Вот дети, свои дети. Да, мои. Ты влияешь, будешь влиять на их профессиональный выбор? Нет. В сторону там... Ну, ладно, не в сторону математики. Никуда. Какую-нибудь. Никуда. Вообще. В частности, когда меня спрашивают, куда пойдет Миша, в какой вуз, я отвечаю, вы у него спросите, а не у меня. А математическую составляющую будешь как-то так? Да нет, в случае с Мишей, в случае с Мишей, это все шло само собой. Он вот сейчас до всех достижений, которые он имеет, он в общем дошел как бы самостоятельно. Практически. То есть на какой-то момент уже было ясно, что он решает олимпиадную задачу лучше меня. Я уже не могу ему помочь ни в чем. Вот. И мы их просто обсуждаем. На канал. Вот смотри, еще по образованию. Ладно, вот было какое-то образование, сейчас какое-то есть. Вопрос. Вот и у тебя, и у меня маленькие совсем маленькие, младшие дети. Вопрос. Видишь ли ты образование вот этого младшего через 7-8 лет, ему идти в первый класс, потом в среднее звено, через через 15 лет он будет 10-й класс заканчивать, да там? Да. Грубо говоря, там 16 лет, через 15-16 лет 11-й класс. Какое будет образование, как ты думаешь, или рано, или образование консервативно? Здесь вилка вариантов. Вилка вариантов. Номер один, я пришел к власти, лично, стал министром просвещения. Министра просвещения. Тогда, ну, собственно, мы будем долго, упорно вытаскивать страну назад из этого болота, которое образовалось, не трогая элитный сегмент. Вот сюда прикосновений вообще не будет. Только кормить их деньгами, и все. Не притрагиваться, потому что любая попытка контролировать этот сегмент приведет к падению наших результатов на Олимпиадах, как бы разрушение, контроль от разрушения. А это вот все оставшуюся массовую я буду спасать от того контроля, который происходит сейчас. Если будет полномочий министра просвещения просто полностью распустить Рособранадзор, то я это сделаю. Но, скорее всего, как мне уже сообщили, это можно сделать только очень высоко. Это можно сделать только очень высоко. Поэтому я издам приказ каждому директору не подчиняться указам Рособранадзора. А Рособранадзор просто будет спокойно продолжать быть нарывом на нашем деле. Ну, либо они перестанут подчиняться, либо министр просвещения будет другой человек. Да, да. Именно так. Так, далее. Ну, короче, если будет победа вот здесь, да, если будет наша победа, если мы вернем нормальное массовое образование, то никаких проблем не будет. Это будет более-менее единственная сторона, где останется нормальное образование. Вот. И, конечно, все будет хорошо. Теперь, если ничего этого не произойдет, и все будет продолжать сваливаться бог знает куда, благодаря, значит, реформам, которые продолжают вестись. А тут это вот просто стрелочка, именно графика образования. Это называется не я, да, не я. Это вот как бы... А это ты график рисуешь? Ну, это так, условно. Вот это я, а это не я. Хорошо. Вот. И здесь, соответственно, здесь всех своих детей я буду отправлять в остающиеся островки неплохих школ. Вот. Пока таковые будут присутствовать. Своих личных детей. Да, конечно, да. То есть это будет как... Ты будешь сам заботиться об образовании своих детей. Да, то есть в Москве нет смысла в домашнем, на мой взгляд. Домашний, да? Да. Объясненно. Но многие идут на домашний. Но я считаю, что в Москве нет смысла, потому что в Москве есть очень хорошие школы. Вот. И, соответственно, я буду всех детей пытаться отправить учиться в хорошие школы. И так как я не буду влиять в этой ситуации на все массовое, то я просто буду грустно наблюдать, как массовое тонет и тонет дальше. Общее образование своих немножко конечно буду убирать. Подслеживать. А хорошие школы они общеобразовательные или какие-то направленные? Ну, как сказать? Ну, я-то вообще имею в виду, что с математическим уклоном. Ну и... Ну, конечно, на школьном уровне это главный предмет. И, соответственно, наверняка это всегда будет. То, что спрос огромный, по крайней мере, в городе Москва на это. Ну, в самом плохом там сценарий, когда вообще все развалится, нахрен, там все переведут на дистанты. Вообще никакого образования не будет. Тут, наоборот, я буду свою там какую-нибудь частную школу организовывать, если это вообще будет разрешено. Ну, а если все закроют, вообще все полностью закроют вот эту вот страницу образования, да, Петровский проект, ну, тогда, тогда, я не знаю, тогда на митинге перекрывать улицу, что ли? Ну, непонятно, нет, я просто не очень верю в это. То есть общество вообще, оно может регулировать вот эти процессы, высказывать... Не знаю. Или мы просто, вот мы высказываем, да? Вот какие-то... Ты высказываешь свое соображение, вот ты его высказал, оно прилетело в YouTube, Вью, да. Да. Ну, и дальше вопрос, да. Ну, я... Если прогнозировать, я скажу, что сегодняшняя ситуация неприемлема для многих очень серьезных людей во власти, но они не видят механизмов остановить происходящее, потому что оно давно и надежно запущено. Пошли к музыке. Да, давай, да. Попросили спросить. Классическая музыка. Слушает ли Алексей Савадеев? Любит ли классическую музыку? Ты серий горного короля. У меня Света просто сейчас звучит флейтово и очень хорошо он играет на флейте. И она постоянно слушает классическую. Я вспоминаю, что я в детстве тоже когда был на аккордеоне играл, я тоже слушал классическую. Но все-таки, я не знаю, может быть я не прав, но лучшие образцы рока как-то они вот для меня не заслонили классическую ну да урок то это и я уже не мог слушать я мог слушать классическую музыку она не вызывала таких эмоций интересно в каком-то смысле шейн объяснял что вот рок это первый шаг в сторону плохой музыки следующий шаг на попса следующий шаг это рэп ну то есть как бы чтоб все ухудшается шаг за шагом и не надо даже первого шага делать оставаться в рамках классической впрочем же искать супер сторон слушал все таки как бы вот этот шаг он сделал но не знаю я слушаю урок я люблю и как бы в тексты слушаться там некоторых наших групп хороших и конечно bg это вообще наше все вот вот так что я живет ческую музыку не помню с кемерово да да вархангельск где-то встречался с саватеевым да я сегодня буду встречаться с человеком из мировой да еще смотри мне тут пришел комментарий такой своеобразный был у меня видосик такой там 10 легких задач где мы просто решаем легонькие задачи то типа там про бочки пастухи лошади столько-то голов и так далее 10 легких задач расплавленная жара и такой комментарий на черта это нужно лучше бы решили одну а зачем нужен этот бред лучше бы решили одну практическую задачу вопрос нужно ли вот эти головоломки про переливание про головы и ноги про цеплят котят поросят и многие другие там три колдуна сидят в колпаках и все такое про спички или лучше практическую задачу как вырезать я молеку для души и желания просто таких нет а вообще зуба если начинается на хрена это нужно но скажем так пару раз опроса тру комментарии комментарий но если человек особо там упорствует и начинает там много раз вот в агрессивной форме требовать практического приложения то он удаляется самого канала хорошо но я не случайно поднял это не просто комментарий это некое отражение вот я в школе в школе есть какое-то время назад я просто доказываю чтобы вообще это все задавать какой он имеет право он еще не вырос вопросы такие задавали погоди погоди что ему сказано то посидела нет нет ага вот она а я считаю этот человек он такая же личность только маленький и вар его просто не порой и все какая там личность это это тоже спорить будем спорить ну мои мои таких вопросов не задают но у нас папа был очень недоволен хорошо я тебе про школьник говорю вот я вышел в класс к доске и очень много слышится вопрос зачем и уже даже это поколение говорят перешло из дети теперь не по чемучки а рассказа чему ли анекдот рассказываю то есть каждое мое действие должно сопровождаться с практическим применением зачем мы это делаем такой учитель там пишет от игралки не считает там но в школе на не интеграл а ну ладно там допустим выполняют там конец и нас там плюс игрек пишет ну симус суммы расписала учите я учитель а мне пригодится жизни эта вся ваша математика учитель не прекращая писать не оборачиваясь нет тебе не пригодится она пригодится только умным детям все это единственный правильный ответ если ты знаешь такой вопрос и ты уже подписался что ты будешь жить дураком так и отвечай просто агрессивно нужно их подавлять и нельзя давать вот это вот вообще в свободу задать этот вопрос грубо чем ты это сказал наш анекдот да неприлично не а хорошо а если есть вот у меня это сказал у него еще нет ты хотел ты что бы он это говорил водор сидеть и делать то что хорошо это современное тлетворное влияние всяких вот эти вот индивидуальные траектории да при этом школы сливают классы огромной величины в три смены а все вот этот вот эти вот эксперты про индивидуальные какие-то вот воспитывать в ребенке вот энтузиазм собственные пошли в жопу так у меня те вопрос где ты работаешь я работаю везде в россии я работаю потому что меня меня спрашивают ты куда ешь да вот с алексеем встретим да а где он работа где лежит моя трудовая книжка ну да не обязательно ну вот допустим где я работаю я работаю в школе в такой-то там лице 35 членов и рисую что нибудь вот время суши надо закругляться здесь есть город называется майкоп вот он столица республики адыгея и я являюсь адыгом я работаю в адыгее у меня лежит трудовая книжка там понимаешь вот где я работаю научным руководителем кавказского математического центра я работаю и я тут дожди а ректор какого-то там они я уже это дальняя история уже история законченная я и работы в принципе в районе 10 мест у меня работы есть но основное место работы это республика адыгея а также м в этой я профессор м в этой им также в физтехе я веду кружок в физтехнице и для седьмых классов на котором ребята не задают вопрос зачем это нужно поверь мне я бы не хотел общаться с детьми которые задают вопрос это не хотел бы а это не не мои слушатели это не не мой контингент я это наш контингент это наш надо надо пресекать это это распущенность просто это дети они как бы просто распустились вот этой всей свободой не ну почему если человек спор вот квадратное уравнение баллистика и так далее можно же привести время можно рисовать бесполезно ты ему нарисовал все равно он там он это все человек который задает этот вопрос просто лентяй который не хочет вдуматься форму и все никто больше его же сейчас я будем мы методические споры педагогические я же не могу его отвратить и геометрия моя задача его вкинуть надо его опустить при всех не надо чтобы он понял что ки вопрос не задают ну как нужно создавать . культуры то есть здесь культура там вот я видел очень не заяние и ребята не сдают эти вопросы я не видел чтобы они сдавали а отлично я такой класс она у меня такие самые не знаю как там она с этим вопросами боролась но скажем так в практическом применение я с тобой спорить ни в коем случае не будут потому что у меня нет классов которым какие вопросы задают означает нет опытом на их отвечать но я бы попытался быстро создать такую атмосферу, которая просто исключает такие вопросы, как класс вообще, что они невозможны. Вот. Каким образом? Может быть, ты прав, что можно один раз, например, очень развернуто ответить, а потом сказать, доволен ты этим? У тебя появилось желание решать подачное наравнение? Давай мы больше не будем отвлекаться на всех ерунду. Понятно, да? Ну что-нибудь такое. То есть, важно, чтобы это действительно, это просто, это мозг линясь, пытается себя как бы куда-то вот а зачем? Или там а почему дважды два четыре, да? И мозг начинает, вместо того, чтобы заниматься делом, он начинает отвлекаться. Это просто как бы такая внутренняя лень в него встроенная. И ее нужно пресекать. Ну раньше этими самыми, понятно, да? Вот. Дорогие друзья, приходим к завершению нашего ролика. Потом уже бесполезно. Ту задачу, ту задачу, которую мы вам зафиксировали, попробуйте решить, присылайте решение. Это было бы здорово. А работаю я еще кучу где-то, тут очень много есть. По всей стране, Алексей путешествует. Я работаю в России, у меня, так сказать, это вот... Приглашайте. Мой адрес не дом и не улица, да. Мой адресовед. Это есть шнур, да-да-да. Вы точки гире телеграфные. По-моему, это самоцветы. Есть исходная песня, да. Исходная песня, а есть шнур этот самый. Мой адрес сегодня такой, э-э-э. Ну ладно, очень приятно было... Да. Обожаю всякие подтексты. Приятно видеть на нашем канале новых людей. Ха-ха-ха. Алексей понимает, о чем речь, но... Ха-ха-ха. Счастливо. Спасибо. Всем большой математический привет. Всем большой математический привет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok